Зачем молодежи выборы? Стоит ли понижать возрастной порог для избирателей? И что ждет от выборов молодое поколение? На эти и другие темы рассуждали участники деловой игры «Сделай свой выбор». В центре «Романтик» встретились представители различных молодежных объединений, досуговых центров района. Планы самые, что ни на есть, амбициозные. Это естественно расширение кругозора, но самое главное, мы заинтересованы, чтобы лицо нашего избирателя в день голосования избирательной участки значительно помолодело. Такая игра – один из способов поговорить с молодежью, узнать ее мнение и предложение, а также привлечь интерес к избирательному праву. Это помогает детям быть неравнодушными к окружающей действительности. Это очень здорово, и мы это поддерживаем, и надеемся, что это получит дальнейшее развитие. Участниками интеллектуального состязания стали пять команд. За неделю до игры ребята получили темы – результат подготовки на сцене. За выступлением наблюдает строгая жюри, критерии оценки, убедительность, ясность и грамотность речи, оригинальность представления темы. Каждая команда должна в течение определенного времени высказать свою позицию на заданную тему. Затем из зала и от членов жюри им поступят вопросы, благодаря которым они, наверное, смогут более глубоко раскрыть эту тему. Начнем мы с загадок, да не с простых, а про историю и политику. Первое. На борьбу с врагами поднял он рабочий класс, его лысина блестела, освещая путь для нас. Кто это? Лин. И вы чертовски правы. Ребята из команды клуба «Ровесник» рассуждали на тему, каким должен быть лидер, который будет представлять интересы молодежи на выборах в сентябре этого года. Они признаются, игра им пришлась по душе. За время подготовки узнали много нового. У меня такой опыт в работе спикера в первый раз. Тем более, в первый раз мне сразу дался такой огромный текст. Нужно работать с залом, как-то улыбаться, бороться со страхом, который, конечно же, присутствует. Сердце колотится, эмоции зашкаливают. Мне понравилось. Ну, где-то на четверочку, может быть, потянули. Ну, ты доволен выступлением команды? Да. И не зря. В игре «Сделай свой выбор» ребята одержали победу. Однако главное, конечно, не призы, а полученные знания и усовершенствованные навыки. Дарья Соснегова, Александр Оржевский и телерадиокомпания «Щелково».